Вы записывали очень много видео с тобой про бокс, но сейчас вот видео про комментарии про Юрдю Шутунова собрало очень много тоже откликов и вопросов. Вот люди спрашивают, в каком регионе Германии он жил? Какая вот есть информация на этот счет? Он жил в Гессене. Это Франкфурт, где университет, район. Франкфурт, район университет, земля Гессен. А вообще какая-то новая информация есть вообще? А в Германии какие-то новые, может быть, что-то еще вспомнил о каких-то его выступлениях, нет? Да нет, он много не выступал в Германии, честно говоря. В основном в России жил, в России пользу популярностью большой, популярен, известен, любимый в России. Германии меньше, он не только по состоянию, в смысле по сверху, по общению, он так спокойненько, совершенно спокойно, замкнутый немножко, без этих банток, как называется. Такой обыкновенный, совершенно ничего не выделяющийся, ничего не выделяющийся, можно сказать, талантливый молодой человек. Ну и в принципе, как бы не был звездным, то что... Нет, его особо не приглашали никуда, особо так, он спокойненько здесь, то есть себя как-то не рекламировал, в общем-то, в Германии. Ну, мне кажется, ему в России хватало любви народа, потому что он в России любит, ласку и мать до сих пор вспоминает. Поэтому, мне кажется, ему хватало и там, мне кажется, большую часть времени он проводил в России, поэтому здесь концертной единицы было мало, совершенно мало. Вот в концертах, которые проводились для землячества и для переселенцев, для русских немцев и для людей, которые переехали в Германию, эти концерты были. Еще в некоторых он участвовал, там были там перед Новым годом, он близко на после Нового года, и перед Новым годом были какие-то совместные представления, там он участвовал. Но много он здесь не был, как бы, как сказать, ну, такой активной творческой деятельности. Но в основном он был в России, там он и жил. По-моему, только мы слышим, что как все-таки люди очень, народная любовь, она очень такая широкая, в плане что-то нового, что вот особенно сейчас, конечно, в такой ситуации, многие пишут очень такие теплые комментарии и очень тепло о нем отзываются. Ну, хороший парень, который, в принципе, с детства талантливый парень. Как-то его спросили, что было бы, если ты не был там, не встретился с партнером и не стали бы вместе петь «Воскома». Говорю, ну, возможно, было бы еще лучше, а он могло быть хуже. И это, говорит, судьба. Он повело так, и повело. Ну, от души пел, понимаете. Люди же видят фальшик. Они же видят то фальшили, то зарабатывают. А это ребята пели, от души пели, и то, что им нравится, пели песни, которые были для всех. Для всех молодых людей, я думаю, до 30 лет они были очень привлекательными. И люди пели, их запоминали, и пели всюду. Эти песни стали топами. То есть это совершенно нормальное явление. Он пел от души, он любил песню. Ну, видно, что он не бизнесмен на этом, а человек, который поет, творчество, получает удовольствие. Есть такие же спортсмены, которые выступают, получают удовольствие от бокса. Или от борьбы, или от футбола. Они играют, умираются. Вы знаете, это много великих спортсменов тоже. Они получают, их деньги не так важны. Это уже дальше приходят, деньги, доставляют, считают, когда надо считать, когда так. В принципе, это все. Ну, не так, чтобы на первом месте стоял. У него тоже, видимо, не стояли деньги на первом месте. В всяком случае, когда я его видел, мы с ним общались, здесь совершенно простой парень, без звездных, там, этих амбиций, или без всего чего-либо. Нормальный, обыкновенный, задумчивый, весь себе. Как будто не очень-то разговорчивый, я бы сказал так.